Пока ехали, рассказать, вы это прощете материалы, там из прокуратуры, это наш ответ был. Мы понимаем, что лагеря такого не было и никогда не будет. Я сейчас только сказал там прокурор, их как-то почему-то 4 человека собрались. Я говорю, все стонут, все виноват путь, а где мы? Ну, я просто рассказываю для вас. Много преступности, да, много. Я говорю, а что ты сделал, чтобы не было? А что случилось, Игнатий Тихонович? Они что? Я-то, видите, не успела прочитать. Игнатий Тихонович, то есть закрытие материалами. Роспотребнадзор 18 июля 16 года, последний раз. 16-го. Да. Роспотребнадзор, там написано будет. 16 июля 17, 17 июля 86 года. 16-го года. Полицию прислали, и дело было проще, а мы тренировки вели. И как только полиция подъехала, уже разделились дети, спать дети, выскочили. И было сказано, куда убегать. Я им ребенка ни одного не отдал. И главное, интересно, сверкают молнии на горизонте, и дети бегут к возьму. А уже на следующий день я попросил собрать. Собрали деревенское и сказал, лагерь распопировается, существовать нельзя. А на их стороне 110 тысяч Роспотребнадзора, людей сколько, прокуратура, суды. И все на их стороне. Это невозможно. Вот нашли мне не из того, как дерево сделано, резать. Я говорю, я в магазине купил доску разделочную. Привязались нарушения, раз. Второе. Уронили по крышку, она ударилась, а у нас пол железный сделан. Отлетел я по эмаль сверху немножко. Второе нарушение. Ну если так, так ясно делалось, что у нас еще не будет. А кто вам разрешил купаться? Я говорю, мы в этом году 203 справляем. И никто не спрашивал. И анализы брали от вас на пенемстанции. Воды в колодце, молока выше среднего района. Ну понятно, там не курят, не отравы, ничего нет. Но я сказал, я бы расформировал, но детей не отдам. В деревне мы покупаем несколько домов. И в этих домах будем устраивать, принимать гостей. Лагерь слово исчез. А просто я приглашаю гостей. А лагерь был комплексный, что могли быть и родители с детьми. И поэтому приезжают гости, а такого закона нет. В прошлом году ваш начальник уголовного розыска 3 раза приезжал. И ни разу не наступил на нас. Просто спросил, лагеря нет? Я говорю, закрытый. И все, а дальше он свои вопросы. И вот наищи прислали они из прокуратуры. Я не знал, что я как раз с ней встретился, такая небольшая женщина или девушка. А что у нас лагерь насчет... А я тогда, в следующий день, когда уже 19-го было, лагерь закрыт, расформирован. Новый состав, который был, волонтеры, распущены. И мы переходим в другой формат существования. А сооружения все мы передаем в деревню. Теперь она ответственная. То есть никуда, там столько построек и прочее. А они теперь любыми путями снести постройки. Потому что пока наше существует такое существование, даже такое негативное, как бы, на нас разрушили. Они подавать в суть в начале, когда уже лагеря нет. И суть не выражена ни рубля, это редко. Они штрафуют нам миллион на полтора. Все время. Детские сады. Никому ничего этого не делали. Ну было такое, они приставали, комиссии. Но штрафовать меня, когда бесплатно у меня дети, 45 лет. В среднем 108-109 человек за лето было. Умножить на 45-то. Сколько у меня было? И ни рубля государство не видел. Ни рубля. Мы хотим показать пример, что в нашем государстве, вот в этом раздраве, вот в этой неизбрихе, можно работать, я вам сейчас сказал в прокуратуре, не Путина винить, а себя спросить, что я сделал. Вот большая преступность. Я 18 лет бесплатно работаю в тюрьме. Я там что сидел, я не раз как полиция крючевная. Вот дети брошенные, почти 3 миллиона насчитываются. Я конкретно образовываю лагерь, начинаю работать. Но я никто, совершенно никто. Но у вас это средства есть. И так по-любому вопросу. Люди невежественные. Я больше 20 лет преподаю в пяти университетах, школах, милиции, тренировки для программы веду по радио, чтобы люди знали. Бесплатно, повторяю. И поэтому можно жить, если ты откроешь сердце для любви Христовой. Она услышала в Лондоне директор Кэстонского института, Ксения Дэннон. Лондон. Кэстонский институт. Ксения Дэннон, директор его, Ксения Дэннон. Она прилетает, договорилась в Останкино. Ей дают сопровождающего, и она прилетает, потеряя руку. И вот она побыла, все посмотрела. И как Сариса Савская, Соломон, я говорю, половинок мне не рассказали. Как в течение месяца ребенок, уже утонувший в наркотиках, навсегда бросает. Как это? Матерился невозможно, у нас уезжает этого нет. Как это? Ну я говорю, в первую очередь молитва. Мы молимся, ранний подъем в 5 утра. В 5 утра. Ну в интернете вы заглядете, увидите. Про лайки 470 роликов стоит. Просто зайдите, наш, который визит, что вам давал визитку, нет? Нет. Нет. Ох, вина моя. Вы тут все найдете. Это видеоканал найдете, форум. И мурав на мировой сети нету. 11200 роликов у нас только. Так все написано. Мы конкретно, я не теоретик, я практик. Вот мы заходим в прокуратуру, сегодня снимаем, а они знают, что мне никто не может запретить. Есть еще 5 мест, которых нельзя снимать. Если вы не знаете, себе отчеркните статья 330 Уголовного кодекса, 330-я, которая падает на того, кто запрещает снимать. А где они не надо снимать? Себе отчеркните тоже, вам эти знания не помешают. Первое. Закрытие совещания Государственной Думы. Второе. Таможенная пространство, где Российская Федерация на выезде. Дальше. Военные корабли снимать. Из военных кораблей, которые там иностранные. Газовая промышленность, где вот это, министерство. Все. Все остальное открыто. Среднее, это суды. Суд может отдышить, может отдышить. Бывают там малолетки, что-то связанные. Мы сейчас были, снимали, и нигде ни одного слова никто не сказал. Почему? Мне право это дала моя страна. И все понятно. А в каком-то... Зашли мы сейчас в Крылевую администрацию. Нет, это ваше. Она же еще на войне не снимает. Я говорю, вы нарушили первый закон. Она еще, я говорю, а теперь гражданский, 19.1, запишите себе. Прокуратура рядом. Сейчас я говорю, обращайтесь, и вам придется... Ну и на этом все кончилось. Значит, мы детей учили закону. Всему. Кто изобрел телефон, интернет, кто губернатор, кто премьер-министр. Вот такие вот все это знали. И все начиналось с молитвы. Батюшка приходит, освещает храм. В день купаются пять-шесть раз. Мальчики не имеют права к девочке пальцем прикоснуться, как и они. Вот у них где-то три келья, это келья, это помещение. Там напротив их ни один мальчик не имеет права пройти. Я говорю, вы слышали это? А вы пишите, как? А у нас два этажа. Первый мальчик и второй девочек. Утром приходят воспитатели, нижний этаж пустой. Куда они делись? Вам что доказывать надо? Я их называл не по-другому, как наики разврата. У нас этого ничего не было. Родители иногда к нам, если отдают ребенка, я всегда знал, это последняя инстанция. Дальше только тюрьма. Он дома бьет. Она говорит, мы уходим, на наручники привязываем его. Все из дома вытащил. Наконец пристали сюда. Первое, что они увидели в нем перемен, он бросился, поцеловал отца с матерью и сестренку, которую гвоздал все время. Почему? Я показал важность его какой-то. Тебя сдала вся земля. Вот изобрели окна, двери. Это все для тебя. А тебя что-то нового ждет. Будучи не таким, ты ничего не сделаешь. И мне спрашивают, где мы эти правила брали? Вот это я в Новозеландии, вот это из Японии. Никогда не стонать. Кользе, национальный культ. Вот это во Франции. В Англии два раза нарушил порядок, лег спать. Лишаешься права. То есть смотреть надо, считать. Я все включил в свой лагерь. Он был образцовый. Прилетел, там начальник был летного училища, Сергей Живанчевич Ахапьян. Он говорит, у меня в летном училище, военном такой дисциплины нет. За 45 лет у нас ни одна кружка хлеба не пропала. Должен залезать чашку и показать дежурному. Положили. Мы рассказываем, как это достается, как трудно. А историю лагеря вот здесь на сайте? Историю лагеря можно вот здесь на сайте? Все, поверьте. 475 роликов. Вы когда зайдете в наш YouTube, там YouTube, повторяю, 11200 роликов. Ну и 475 роликов про лагерь, очень трудно. Просто зарядите. Когда зайдете на наш, и зарядите там Игнатий Лапкин, детский лагерь. И там целое лето пойдет. Это все официально. И вот мы все советы отдали, здесь дали, что никуда не уничтожаются. И у вас вот тут есть один материал, легко считается, но вы его обладатель теперь. Вы их свои покажите. Мы сейчас уже вырешили лагеря. Лагеря нет, но он не пропадет. Вот как. Почему? Потому что от лагеря мы в деревне, у нас есть специально тестомерс, где делается баня. Выкопали свой глубокий колодец. То, что там есть, ну не лагеря, а отдельная лаба с хранением продуктов. Я ничего бы не сделал, если бы не помогали люди. Как-то тут книга есть одна, для слова Божия нет, УСК, она на сайт зайдете. У меня в сети 752 страницы. Это 38 томов. И в этом она является для слова Божия нет, УСК. Как бы ключ к самим книгам. Вот где отпечатали мамонтовская газета, где краевая, где зарубежная, какие наши правила, какие условия, какие были события. Все там в этой книге. Книга как бы стерез в нашей истории. Для слова Божия нет УСК. Как только сайт. Там есть форма, это сайт. Для слова Божия нет УСК. Так называется. Когда вы ткнете, да просто зарядите. Для слова Божия нет УСК и лапки нагнать. Она просто сама выскочет, без сайта. Такая книга, да? То есть сейчас, получается, лагеря не будет, но вы в условии... Все, все сохранили. Теперь вот куда мои силы будут направлены. Мы покажем, что можно жить. Я не хорошее уже слово говорю, но жить азартно. Не так, что пошел на пенсию, расслабился. Мне в это воскресенье будет 79 лет. Вот здесь. По милости Божьей, я еще не одной таблетки не съел. С утра пора дальше встать. У нас пойдем 4.40 всегда. 4.40 это. А в 5 уже весь лагерь встает. Но как день уменьшается, мы идем тогда в полшестого. Еще дальше это теней, это раньше в шесть. Вот так вот. Чтоб дети знали, что такое восход. Поросе пробежать. Послушать, как перепелки поверят. Как пшеница кланяется. И ребенку абсолютно все показывают. И мы это хотим показать для бедных. Ну, я думаю, такого лагеря никогда не было. Люди узнают постепенно. Мы сейчас в Алтайскую краю. Когда запустим на той неделе в интернет, чтобы люди узнали. Такой опыт, что у нас пропадал, это не годится. У нас как, ушел Брежнев или умер, все кончилось. Брежнев это Хрущево-Столтули, а у него громадный опыт. Понимаете? У них них все на убрали. Да он теперь советник везде, потому что у него опыт. А у нас ничего-то не понимают. Скинули с человеком. Да у него же такой опыт, как это может. Самостоятельно образовать лагерь 45 лет. Не рубля, а это самое главное запомнить. Не рубля за 45 лет. Только добровольные помощники, волонтеры. И что интересно, мне помогали банкиры российские, евреи, мусульмане. У нас были православные баптисты, мы никого не принуждали по нашему кланяться. Они говорят, мы руки вот так встали. Я молюсь так, Валера. Но уже к концу, люди, они все молятся по православному. Мы должны ем вам показать, что православие это широта, это целомудрие, это стыдливость, это опыт. Лагерь православный. И вот здесь, когда, вы видите, что я доверенное лицо, хлопотать об этом. Вчера прошло собрание, и чтобы они ночью не пристали боль дозирала, они умеют только ломать. Что я передал еще два года назад, а теперь меня они просят превратить в музей. Я принимаю это, начинаю по нему работать. Это музей будет единственным, может, в мировой практике. С таким опытом, где доставать за 45 лет ни одного поврежденного, ни одного утонувшего, ни одного сгоревшего. Вы понимаете, 45 лет. Ты возьми других, чужих, 5 детей, подлежи 2 недели. Что было интересно. Вот мне сейчас привозят детей, а они 9-й раз уже эти дети. Мать лежит перед последним издыханием, после операции, не соведел, ты мне все рак. А отец глухолевой пьет еще все бесплатно. А почему? Это моя страна. Я хочу, чтобы мы жили по Божьим заповедям, евангельским. И, ну, я думаю, сомневаться в этом не приходится. Я 55 лет, как уверовал сознательно, в 23 года из армии вернулся. И вот мне Господь такой путь назначил. Я в последний раз освободился в 87-м году. Вот все знает абсолютно Владимир Васильевич. Вы его найдете, когда статью будет писать. Скажите. Он писал, она статью «Русский дом». Это от патриарха. Написано «Для тех, кто любит Россию». И он там нештабный корреспондент. Приезжал, у нас брал материалы. Скажи, вы приезжали к нам 29 лет. Да еще патриарх перешали восстанавливать. И ни разу не солгали. Скажи, мне ни разу подтвердили. Вы передайте свой опыт. Как это так? Вы не смотрите великие, на нас где-то сжали. Один год назвало 15 краевых комиссий, 98-й. Представьте, 15 комиссий краевых. И он встал и показал, как должно быть. Тогда Галенко был. Он в краевом УВД работал. Фотокорреспондент. Вот. Ему особый поклон. Он как-то... А я, если пойду на кредит, у меня примите. Я говорю, не курите, нет. Я говорю, врать вроде не врал. Можно подумать. Он говорит, мне не отказали. Это все в статью написал. У него юмор есть. И говорит, мы за Игнать Альтиховичем едва поспевали на машине, а я на велосипеде, а Владимир показывать. У него книги мои подаренные есть. Скажите, покажите, что за книги. Книги, эти видели в библиотеке Путина. Это тоже не последнее слово. Это мне Бог дал. Это не мое. Это совершенно не мое. Это 4 у меня книги. В интернете по 700 страниц стихи. Стихи мои. Каждое стихотворение по 9 кублетов. И вот в одном я заканчиваю так. Я на корабле работал. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительный крен возрастал. Смятение росло. Он раздался в друг голос и всех на молитву призвал. И дальше как мы боремся с волною. И я в конце говорю. Он обледенелый корабль, наклоняется на бок. Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперкнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей окончиной Других я улег за собой. Это на приступление положено. Виктор Николаевич музыку написал, кажется, 86 моих стихов. Они поются. Вот, допустим, День Победы. Запишите себе День Победы. И вы видите наши слова на тот же мотив, Как он поется. День Победы. Солнце гаснет там и вечером, и днем. Я бы вложил, сестра попросила написать одна. Мне, говорит, мотив поется, а слова-то такие. Ну, порохом пропах, это все временно. И мне Бог дал. Вложил мысль такой, я написал. Вы найдете столько. Или пример себе к своим воображениям. Еще секрете. Это песнопение. Пример себе к своим воображениям. Это мое стихотворение. Его положили на музыку, оно поется. Ну, и в интернете дальше добавьте, Игнатия Лахтин. И последний куплет такой. Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у пустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел. Не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд свели считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со злодоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер. Отошел. Когда считает, еще так. Это вообще надо видеть. Или, допустим, про женщин много пишут. Я пишу. Я женщинам всем благодарен и в доступ. Что мимо меня не заметив прошли. Взвинули лишь косы. Змеи струили щекосы. Замозы в них не вошел. И не с чего-то ворошить. И дальше. Последний куплет. Сестрами обсе, над кормом, на шатком своем, тугретика в кресле. И умом, ум мой, по-прежнему острый, блудом неисточен. Это каждое, если оно называется вещественное творение, а проповедь в стихотворной форме. Вот вы, когда войдете на это, вы столько найдете материалу, нужного для всех. И особенно, вот теперь у вас вот это. Скажите, такой лозунг, что он означает? Вот кому-то загадку загадайте. Скажем, был детский лагерь, закрывают. В прошлом году закрыли, в некоторых областях я давно не осталась. Единственный лагерь, который не заплатил ни рубля, я опередил события. И ни у него ребенка не отдал им. И по-прежнему они приезжают. Приезжают уже все ребятишки. И теперь они не в кельях, там обмазанные прутья, а настоящие большие дома купили. Господь мне так помогает. Незнакомые люди совершенно узнают. Вот сейчас одна. Я бы приехал, и денег нет. Украина. Ну, она Марина, а дочка Аполлинария Полина. Я подумал так, и вы знаете, вы займите в один конец. Отсюда мы оплатим это и обратно. А где? Не знаю. Ну, я в интернете у себя поместил, я говорю, а такая хочет. Мгновенно поступил перевод из Испании. Она говорит, примите деньги, вот в обратный конец 22 тысячи для них будет. Она там из Москвы доехала. Я говорю, обратитесь у него. А он ей денег не дал, а пошел купил билеты прям до Барнаула. Какой у нас народ. Это надо показывать. Вот она сейчас приехала, там, Христенко Марина, с Украины. А ей сейчас ролики будут идти. Дочка сейчас приучается работать, вставать рано. Она большая, вообще, ей надо лет 13. А у кого-то в семье живет, или дом есть специально для этого, для гостей, дом гостевой есть? Да не один. Мы около шести прибрели. И в одном мальчике только, в другом только девочке с ним, руководителем. Все сделано как надо. И нынче еще придут люди, которые будут помогать два домика переоборудовать. Она приехала, ребенок, он арест. Отдельно надо. Она смотрит, раз отдельно. Другие приехали принимать крещение со своей палаткой. А я привел, открыл дом, вот колодец. Они не могли удивиться. Это нам отдельно. Господь позвал. А мы недавно только приобрели. Вот мне надо, у меня ничего нет. Минимальная пенсия. Что делает мой Господь? А как это? Я не знаю как. Я просто молюсь и доверяю Господи. Люди очень нуждаются. Мне это не надо. Возвели на их смирение. Дай Господи. И вдруг человек подходит совершенно незнакомый. Я скажу, вот. Был главный банкир в Алтайском крае, управляющий Сбербанкой. Вы знаете кто был? Нет. Песоцкий Владимир Филимонович. Это главный банкир Алтайского края. Я его приношу вот так вот. А у него день рождения я не знал. Вот как Бог устраивает. Я выхожу, а тут медаль растет. Я взял три ветки. Почему-то я тоже не могу объяснить. Он светет три дня только. Я отломил, а он послал за мной машину. Ну кто я и кто он? Что спрашивать-то? Я захожу, у него огромные приемные два секретаря. Я двум секретарям по одной ветке, а одна. Она говорит, у него день рождения сегодня. Ух. Я зашел, когда я говорю, вы знаете, миндаль это символ бессмертия. По Библии. И мы умрем, но тело наше засветет как миндаль. То есть оно воскресет и будет прекрасно, как у Христа. Не гниющее, вечное. Он до того удивился. Я ему взял вот так вот. Новая книга вышла. Там все ими. И он только открыл, воскнулся. Я посидел, посидел. Секретарь заходит, говорит, Владимир Филиппович, там народы, все вангиры края собираются. Отстаньте вы. Я говорю, мне надо идти. Да посиди, малейка. Я как раз нашел то, что мне надо. А у меня отдельная финансы, политика, экономия, социология. Я в университетах идти преподаю, 3D программы веду, во всех отделах милиции. И вопросы все фиксируются. Я отвечаю, потом печатаю. Я говорю, знаете, вот сейчас новый топ идет. Я говорю, как выкупить-то где? Я уже заплатил сколько-то. А мне нужно 50 тысяч. И утром мне одна звонит, говорит, а вы 40 тысяч привыкете? Я говорю, не знаю, мне 50 надо. А в это время он звонит. Я говорю, подожди. С ним разговариваю. Тот потерял звонок. Он лезет в шкаф, копается, вытаскивает это, красненькие вот такие. По одной мне отсчитывает. Я в карман положил прижар, ровно 50. Я ему не говорил. Я вот даже не буду рассчитывать за книги. Я вам не сказки рассказываю. Я верующим, не лгать нельзя. И люди удивляются, как? Жить по Богу. Вот мы все снимаем, выставляем. И вот бульдозер я нанял, там пруды делаем. И расчет каждые тысячи показывает. У нас никогда нигде не было, чтобы спор. И все говорят, так если вы везде так рассчитывались, а вы работу выполнили, ходим, второй год не можем выколотить. А я порублю каждый день, сколько он заработал. Сейчас поработал полторы тысячи. Привезли туда-сюда у брата 40 тысяч. А у меня нет. И я за два года потеряю сквозь землю в пруды больше миллиона вложил. Понимаете? Это не рубль. Речь идет о большем. А как это так? Я ни на один вопрос не могу ответить. Я просто удаляюсь и молюсь. Господи, Ты знаешь, у меня ничего нет. А мне так охота сделать людям, которые там живут, чтобы лучше было. Ну нет. И Бог мне завтра дает, и я опять занимаюсь. Вот мы сейчас все сделали, осталось только свет октября. Не тот октябрь, который революции, там кроме Тьмы Бесовской еще не было. А именно название газеты. Заехал. Вот вас Господь послал. Вы не думаете, что это случайно? Вы мне имя свое хоть скажите? Лиля. Лиля? Лиля, да. Вот интересно. Лиля. А у нас девочка одна, Ливия. В общем, у нее больше ста наград. Она в школе учится. По музыке, там, классике. Она везде первые места берет. И в лагере они у меня будут. Другой играет на гитаре. Третий играет на скрипке в одной семье. Это лагерная моя, моя клиентура. Члены нашей общины. У нас дети талантливые. Потому что родители не пьющие, в рот не берут. Я знаю, сколько у нас есть. Почти все закончили с красными дипломами. Врачи. Вот, Игнатий Тихонович, вот мне бы хотелось с вами поговорить вот с самого начала обо всем. До слова Божия не туз. С самого начала. До слова Божия не туз. Книгу. Так вы взберете. Она в ретонной версии. На сайте. Сайт до слова Божия не туз. И что непонятно, вы можете даже взять командировку и приехать к нам. Там все от рождения. Ну а по телефону я вам по какому? Только не мобильному. По мобильному я не буду. Позапишите. 29,3,81 потеряется. 29,3,81. Я его приглашаю. Поэтому я буду говорить. А мобильному больше двух минут вредно. И не чаще, чем 5 раз в день. Я срого держусь этого. Я набросаю вопросы. Хорошо? Я вам отвечу. А вы все-все-все мне расскажете с самого начала. Хорошо, с детства прям и до сегодняшнего дня. Книги сначала. Только когда прощете. И про лагерь тоже. Там когда прощете. Там устав, как он образовывался, кто помогал, поведение, нарушение, кто встревал, комиссия. И фильмы на этом сайте, она снята. Один занял первое место в международном киноконкурсе, а второй Златоуст из Потеряевки, мое прозвище. Первое место в России. Согласитесь, что это не на дороге. Игорь Дагимов погиб, Золотухин умер. Фильмы ставят, они никому не нужны, никто и не знает. Собирают деньги. А это от меня не зависело. Государственные фильмы, это несчастные какие-то. Почему? Все знают, что это хорошее дело, но его не сделать. Я им отвечаю. Почему? Взведи на себя в зеркало. Вы кого врагом считаете? Путина? Гитлера? Нет. Он в зеркало на вас. И второй, это дьявол. И третий враг, это этот мир, который засасывает. Вот это нравится. Дружба с миром. Что такое? Ну люди любят там выпить. Ну что я особенно, пиво выпил где-то. Иакова. 4-4 говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. А кто любит это? Лебед. Прелюбодеев, прелюбодейцы. То есть это духовная проституция. Это Библия так говорит. Иакова 4-4. Четвертая глава, четвертый стих. Я спросил, он хотел, Лена, а ты меняла книги-то сегодня. Ты пачку красную хочу, привези Евангелие. По благословению патриархи Кирилла. Там куда лучше-то, крупным шрифтом. Куда привезти? А в школу где-то была, там, в Порщину-то. Тебя помогают, а ты им. Ну хорошо. Я начал читать дорогу Распутина. Пожар, уже не отомлешься. Так, когда вы это просчитаете, только тогда можем говорить. Потому что вы узнаете отсюда 90 с лишним процентов. Вот сегодняшнее, вот когда приехал от прокуратуры, меня еще не было, я приехал сюда в субботу, вот в воскресенье. И вчера уже собрали. Решили, вот это все здесь написано. Мы почему к вам заехали. А раз это все известно, но они понимают, мы не прячемся открыто. И в прокуратуре уже разговоров снести, построения нет. Снести это проще. Тем более, самое главное, что мы не занимаем ни одного квадратного метра земли плодородной. Нам дали навозные кучи, и мы, ну раз, там фермы были. Мы разровняли, на этом месте ямы засыпали, но навозные кучи. И поется лагерь Стан степи на навозные кучи, что может быть круче, елки поют. Вот, лагерь Стан. И это приснобедение особое. Если вы так заведете лагерь Стан, там напишите, Игнатий Лапин или открытым ухом. И там дети поют как? В будущем детей быть самостоятельными, в рамках закона. Вот ограда, дальше никуда. Здесь я меньше всего с ними. А если он нарушил, ну девочка сказала ему, она его дэна. Она говорит, пойдем к старшему. Он не идет, она обязана прийти. Я отвечаю за это перед родителями. Я его обязательно накажу. И вот у меня документ есть. Вы могли бы его даже снять себе. Потому что речь идет о прокуроре Мамонтово. Вот это вот можете. Ну это вам еще не стоит снять. Документ один. И вот посмотрите, второй документ. От Сухова. Ну это у нас были они на солнце. Вот эти вот, посмотрите. Сухов пишет. Вот это уникальнейший документ. Когда коммунисты мне землю давали. Вот. И у вас будут документы, которых ни у кого не будет здесь. Выговоришь, но прочитать можно. Вот посмотрите. Газета называется «Алтайская правда». Видите, какая огромная статья нас писали. Это наша вот она. Потеряю. А окно куда? По оконце? По оконце в православную Русь. Центральные журналы берут. Наши фотографии берут на буклеты, на книжечки издают, которые на центральные. На корочки. Это Каспришин, Волобоев. Ну и знаете. Суха и Ольга. Тут Наталья пишет. Вот эти документы. Вот. Я их выставил из рамки, чтобы показать. Это вам не одна тема. Это вам не одна тема. Я сохраняю его. А вот ребенок боится. Я украпиву положил. Крапиву говорю. Губами проведи вот так сам на стол. Ты потерялся? Языком. Он боится. Тогда. А в это время все молятся. Никто не имеет права смотреть. Я говорю, боишься, боишься? Не будешь. Выходи. Я беру такая жгучая крапива. Тут запасли ее. Беру. Смотрите. Вот Алеша боится. Нарушил и боится. Конзен нарушена. Конзен это национальный культи пони. Я тогда беру эту крапиву. У меня там в Волгарине языке. Я жую ее. Выплесы. Все дети. Хохочут так. Алеша. Я не боюсь. Он тогда заходит. Я положил ему. Я из него мужчину делаю. Настоящего мужика. Ты должен защищать. Ты его видел? Да, видел. Сегодняшнее наказание. Без Ирочки никуда. Прикасаться нельзя. Тебе можно за руку ее водить, чтобы никто ее не обидел. А почему? Она приехала, ее облазали в Шивы. Она одна с бабой. Мама запилась, а она с бабой. Сама дает корову 11 лет. Выходит на трассу Барнолу Новосибирск. Продает шоферам. Она жизнью рискует, чтобы купить бюджетку хлеба. А ее учитель там работал. Привез ее к нам. Мы в один день обработали ее. У нее нет ничего. Он начал искать. Ну что это нету. Вот тебе наказание. Сегодняшнее дня. Без Ирочки никуда. Она такая хорошая. Я говорю, пройдет еще лет 8. Ты же Вильтон против, вокруг нее будешь ходить. А ты ее обижаешь. Я им показываю это все на практике. У нее должно быть полное послушание. Мужчина. Потому что мужчина это главное. А у тебя, если потребуется жизнь отдать за нее, как Писание, как Христос умер за церковь. Вот это воспитание, которое было всегда в России. Вот вы что найдете здесь. Это все есть у нас. Я бы, конечно, если мог сказать, посоветовал бы 3 документа, которых нигде нету. Ну, может быть. Никогда в кабинете нельзя оставаться одному. В кровоадминистрации как-то я вышел так. Он говорит, а почему? Я говорю, а то все равно. Да я вас хорошо знаю. Я говорю, нет. У вас потерялось вчера. А тут, когда не найдешь документы, обо мне будешь думать. Так он пошел в соседний кабинет. Я говорю, вам выгодно, что вы посторонние, вы одного оставляете при открытом ящике. Смотрите, если можно, чуть-чуть прижать, чтобы она спущилась. Эти документы, просто сегодня их не найти нигде. Потом все официально. У нас, наверное, каска получилась. Он может быть не включенный. Да, да, я же тебе говорю, что надо это. Что, плохо печатать? Ну, вообще нет, вообще нет. Вели ее документы, потом. А, нет, это просто он засунет. Она попала на ночь, или они спущены. Это в рамках у нас было. Так, вот эти еще. Нормально печатать. Не надо делать. А то с рукой, с ухом, писать о вам теперь. Просчитать можно. Спасибо. У нас материал, я не знаю, нужно сколько вопросов. 4124 вопроса я отвечаю в университетах. Притом, тема на 55 папок тем. Когда вы зайдете на наш сайт. Они большими специалистами сделаны. Очень легко пользоваться. Вот, все. Ну, а теперь что, отпускайте нас? Ну, поехали. Да, да.